Уважаемые коллеги, я думаю, мы откроем наш небольшой симпозиум. Я думаю, что те, кто не попали к нам, очень пожалеют об этом, потому что будут клинические наблюдения специалистов, которые глубоко погружены в эту проблему. С первым докладом у нас выступит Титов Константин Сергеевич, доктор медицинских наук, хирург-онколог, заведующий онкохирургическим отделением опухоли головы кожи, то есть опухоли кожи и мягких тканей МКНЦ. Доклад будет посвящен клиническому наблюдению типичной первичной меланомы пищевода и клинический случай метастаза меланомы кожи в тонкую кишку. Прошу внимания. Уважаемые коллеги, уважаемые председатели. Работает отлично. Если представить данные статистики, то по прогнозам Всемирного хозяйства здравоохранения к 2025 году, это уже буквально скоро, заболеваемость меланомы в мире вырастет на четверть. И меланома по абсолютному приросту заболеваемости занимает второе место после рака легкого. То есть на сегодняшний день среди злокачественных опухоли человека максимальная заболеваемость растет именно у рака легкого и у меланомы. Ежегодно прирост заболеваемости в России и в мире составляет 5%. За последние 100 лет заболеваемость меланомой в связи с усилением моды на загар, появление соляриев, появление открытых купальников и пребывание людей на открытом солнце привело в 6 раз. Заболеваемость этой еще до недавнего времени абсолютно редкой злокачественной опухоли, эти единичные описываемые случаи во всех странах, это буквально 19 век, и с начала 20 века по сегодняшний день в разы увеличилась заболеваемость. За последние 10 лет в мире увеличилась заболеваемость в 2 раза, в Российской Федерации на 52%, и смертность также увеличивается на 20% за последние 10 лет. Ну, все хорошо знают, что меланома в основном локализуется на кожных покровах, 90% локализации, но в нашей стране каждый 4-5 пациент при первичном обращении к онкологу, при первичной постановке диагноза меланома уже имеет третью-четвертую стадию заболевания. Мы знаем, как долго, как драматично и очень дорого лечить этих пациентов сегодня. Заболеваемость меланомы особенно увеличивается среди тех, кому меньше 40 лет. То есть это активная, работоспособная, энергичная, репродуктивная часть нашего общества. Но меланома также может быть представлена и не только кожными покровами, а может развиваться на слизистых оболочках желудочно-кищечного тракта. Также может развиваться и на слизистых оболочках бронхов. И вот данная подгруппа занимает примерно 2-3% от всех случаев меланомы. Поэтому это, так скажем, такая орфанная опухоль, особенно первичная меланома, это редкая орфанная локализация. 5-15% первичных меланом желудочно-кищечного тракта составляет от всех опухолей. И это где-то менее процента на 1 миллион человек. То есть это еще раз подчеркиваю, что это достаточно редкая опухоль. И самое частое по локализации в желудочно-кищечном тракте меланома приходится на прямую кишку. Анальный канал и прямая кишка – это как бы лидеры по частоте встречаемости меланомы. Половина пациентов с первичными меланомами – это европейцы старше 70 лет, то есть это старшая возрастная категория. Фактор риска развития меланомы желудочно-кищечного тракта неизвестна. Если для меланомы кожи абсолютно понятно, что ведущая причина – это инсоляция, солнечные ожоги, полученные в детстве и в юности, у людей с белой кожей, то для ЖКТ причин точных не установлены на сегодняшний день. Опухоль вообще, меланома ЖКТ – это загадочная опухоль. Классификации ТНМ для этой категории меланомы и стадии не разработаны. Алгоритмов точной диагностики и лечения тоже на сегодняшний день нет. Но я постараюсь все-таки приоткрыть некоторые завесы. Этого нет. Примерно от 70 до 90% меланомы, которые встречают эндоскопист, хирург, онковок в желудочно-кищечном тракте, составляют метастазы меланомы кожи или метастазы меланомы без выявленного перечного очага именно в желудочно-кищечный тракт. То есть это вторичное проявление. И они идут по убываемости. То есть наиболее 70% случаев – это тонкая кишка, дальше толстая кишка, желудок, и также встречаются метастазы и в пищеводе. Первичная меланома пищевода. Вот как раз о ней я сегодня буду говорить в плане клинического случая из МКНЦ имени Логинова. Но хочу сказать, что это вообще чрезвычайно редкая меланома ЖКТ. Всего 337 случаев за всю историю существования онкологии вообще описано в доступной сегодняшний день литературе. Это 0,1% всех злокачественных опухолей пищевода. И в основном меланома пищевода первично располагается в средней и нижней трети. Возраст – это пожилые люди, чаще мужчины преобладают. Симптомы абсолютно не патагномоничные. Это в основном сведущие симптомы – это дисфагия, боль за грудиной, потеря веса. Точно такие же симптомы, как и при раке пищевода. И пятилетняя выживаемость у пациентов после радикальных операций на пищеводе составляет всего 37%. Это еще ниже, чем при раке пищевода. И вот клинический случай. После такого небольшого введения в эту проблему пациент, мужчина, 58 лет, москвич, обратился в одну из онкологических клиник Москвы с жалобами на дисфагию в начале апреля 2015 года. Ему проведена эзофагогастроденоскопия и была выявлена в пищеводе опухоль, была взята биопсия. И при гистологическом исследовании с большой вероятностью был установлен морфологический диагноз плоскоклеточный рак средней трети пищевода. В плане комбинированного лечения на первом этапе было принято решение провести больному два курса предоперационной неодевантной полихимиотерапии по схеме карбоплотин-5-фторурацил. И параллельно пациенту проводилась лучевая терапия. Максимальный эффект, который был достигнут, это опухоль перестала расти, наступила стабилизация заболевания. То есть даже пациент не смог дойти до частичной регрессии опухоли. Дальше пациент обратился в июне 2015 года в отделение высокотехнологичной хирургии МКНС. И вот здесь очень хорошо видно, я такие наиболее иллюстративные снимки подобрал. По компьютерной томографии органов грудной клетки у пациента опухоль располагается в нижней трети пищевода с переходом на кардиальный отдел желудка, увеличение паракардиальных, парагастральных, паразвегиальных лимфатических узлов до двух сантиметров. При эндоскопической ультрасонографии с уровня 34 сантиметра от резцов до кардиального отдела желудка определяется неравномерное циркуляторное утолщение стенки пищевода до 12 миллиметров. В кардиальном отделе желудка инфильтрация распространяется по малой кривизне. Тут все видно хорошо. Идем дальше. Значит, 14 июля 2015 года в МКНЦ пациент был бригадой хирургов оперирован. Ему была выполнена транстаракальная субтотальная резекция пищевода с одномоментной пластикой с желудочным стеблем. Была выполнена двухзональная билатеральная медицинальная лимфодисекция, которая еще по-другому называется в литературе операции типа Льюиса с лапароскопическим абдоминальным этапом. Пациент хорошо перенес эту операцию. Вот на разрезе мы видим черного цвета опухоль. Особенность меланомы составляет в том, что до 90% меланомы имеют характерный темный, черный, темно-синий, темно-коричневый цвет. Это их особенность. Это особенность самого пигмента меланина, который содержится в меланоцитах. Было проведено плановое гистологическое исследование по которому было предположительно, что это меланома. Меланома. И для того, чтобы уже окончательно диагноз поставить, было проведено иммуногистохимическое исследование. И все положительные маркеры меланомы, включая 100, мелан-А, МБ-45, террозиназа, все были положительные. Все были высоко положительные. И поэтому диагноз был гистологический, иммуногистохимический, выставлен как диагноз первичная меланома пищевода. Больной был полностью обследован. Никаких других проявлений болезни и ранее у каких-то удаленных меланом в анализе тоже были, тоже отрицались. Значит, в июле он был оперирован. А уже в октябре, спустя, получается, сколько там, три с полумесяца, у пациента возникло выраженное прогрессирование опухолевого процесса. Появились множественные сазы в легкие и в печень. На то время, в России, на 15-й год, еще не было зарегистрировано новых инновационных препаратов. И могу сказать, что у пациента и не было ни одной мутации. Ни Бераф, ни Цикит. Поэтому, даже если бы они были зарегистрированы, то ничего бы этому пациенту применимо все равно бы не было. Поэтому, ничего не оставалось, как провести пациенту химиотерапию основным препаратом цитостатиком декорбозин, который вообще при меланоме кожи редко дает эффекты. Но тут все было закономерно. Пациент не ответил на данную терапию. И уже 29 ноября, буквально через полтора месяца, была констатирована смерть. Болезнь очень быстро развивалась, стремительно. Была констатирована смерть от меланомы. И, получается, прошло 4,5 месяца после радикальной операции и 8 месяцев вообще от начала выявления меланомы. Вот я хочу привести пятилетнюю выживаемость больных с первичной меланомой ЖКТ. Это собраны все пациенты, которых смогли, так сказать, авторы проанализировать. Мы видим, что одна из самых плохих пятилетних выживаемость как раз у пациентов меланомы пищевода. Ну и при других локализациях тоже выживаемость пятилетняя не столь высокая, как хотелось бы. Ну вот есть такой метод, называется он капсульная эндоскопия. Гастеринтерологи, эндоскописты прекрасно знают этот метод. Ну вот он может достаточно точно, как в плане, конечно, скрининга, потому что подогновоничных симптомов нету, может обнаружить меланому в тонкой кишке, например, или в тех отделах, которые недоступны стандартной эндоскопии. Но это, кстати, вот случайная находка, описанная, случайная находка. Позитронно-эмиссионная томография, совмещенная с компьютерной томографией, это, конечно, на сегодняшний день золотой стандарт общего обследования пациентов с меланомой, потому что мы всем пациентам с третьей, четвертой стадии, независимо от локализации меланомы, назначаем ПЭТ-КТ. И вот объясню, почему. Эта меланома относится вместе с раком легкого, занимает первое место по чувствительности данного метода, по специфичности и чувствительности. Вот смотрите, чувствительность составляет 100%, если у нас есть метастаз 6, от 6 до 10 миллиметров. Фактически 100% ПЭТ-КТ обнаружит метастазы меланомы любых локализаций, в том числе желудочно-черечного тракта. Следующий клинический пример – это молодая женщина, которая жила много лет в Южной стране, достаточно такая неформальная женщина, обратилась она в отделение апитерапии и диагностики. И, кстати, врачом-гостантерологом, неонкологом при общем осмотре, который никто не отменял у пациента, было обнаружено на передней брюшной стенке пигментное образование. Доктор предположил, что это может быть меланома, вызвало меня, я подтвердил, что это меланома, и стало абсолютно понятно, все стало на свои места, потому что пациентка поступила со снижением веса, с анемией до 80 грамм на литр, плохо купировалась, появились признаки, так скажем, частичной непроходимости управляемой, и, соответственно, при комплексном обследовании было выявлено большое образование в районе тонкой кишки, которое, соответственно, и понятно было, что оно и вызывало и анемию, соответственно, и явление частичной, появление явлений частичной непроходимости. Также при обследовании у пациента было обнаружено поражение акселярных лимфатических узлов, выполнялась тонкая игольная пункция, это было доказано, что это метастаза меланомы в акселярные лимфатические узлы. И таким образом у нас был первичный очаг меланомы на передней брюшной стенке, акселярные лимфатические узлы верифицированы, цитологические, и опухоль, которая локализовывалась в тонкой, в подвздошной кишке. Таким образом была сформулирована стадия предоперационная, и на онкологическом консилиуме было принято решение больной одномоментно оперировать, удалить первичный очаг, выполнить акселярную лимфодисекцию, справа, и выполнить открытую операцию резекцию тонкой кишки, поскольку опухоль была достаточно большая. Для лопароскопической операции эта пациентка не совсем подходила. Поэтому 16 сентября 2015 года профессором Ходьковым с моим участием была выполнена резекция тонкой кишки, и одномоментно удалилась меланома с лимфатическими узлами регионарными. Вот внешний вид, достаточно такой типичный, уже на операции стало понятно, что это именно метастаз меланомы, темно-синяя опухоль, плотная, вот препарат скрытый, бугристая опухоль. И вот морфологическая картина, метастаз меланомы в стенке подвздошной кишки. И что еще хочу сказать, что у пациентов с метастазом меланомы в желудочно-кишечный тракт, если это единственное проявление заболевания, такое тоже иногда встречается, тем пациентам, которым одномоментно с первичным чугом или в различные сроки выполняется резекция органа в желудочно-кишечном тракте, то у них достаточно большая медиана выживаемости составляет 64 месяца против тех, кого не оперируют совсем. Особенно это было очень актуально в то время, когда фактически мы были обезоружены, но у нас не было эффективных препаратов в руках. Значит, лекарственная терапия меланомы желудочно-кишечного тракта, речь идет о первичной опухоли, применение адювантной химиотерапии, адювантной иммунотерапии интерфероном альфа-2b для этих пациентов неэффективно, так же, как и неэффективно применение их при метастатических формах. Ну, а что тогда у нас есть в арсенале, в меланомах кожи мутация цикит встречается очень редко, а вот наоборот, в меланомах желудочно-кишечного тракта и даже в метастазах она может появляться. Это активирующая мутация в гене цикит. И, соответственно, если мы такую мутацию примерно у каждого четвертого, третьего пациента с меланомой слизистых выявляем, то, соответственно, у нас открывается путь для назначения мемотаргетной терапии. Препарат называется имотиниб, еще более известен как препарат Гливек, который также очень совершил революцию в лечении гастроинтестинальных стромальных опухолей, ГИСТ, хорошо известных, дерматофибросарком, хронический имелоидный ликоз. То есть это препарат, который реально сделал переворот в лечении этих еще недавно относительно некурабельных заболеваний. То же самое как опция это определить мутацию и если она есть назначить пациентам препарат имотиниб. Еще одна особенность, что у пациентов с меланомой кожей примерно больше, чем у половины больных появляется мутация в гене Бераф. У нас открывается возможность для комбинированной таргетной терапии ингибиторов Бераф и МЕК, которые до 90% обеспечивают эффект объективный с достаточно долгой выживаемостью. Но вот эта мутация Бераф, которая открывает возможность для иной таргетной терапии к сожалению практически не встречается в меланоме слизистых. Ее, конечно, надо определять 5% это не ноль, но цикит, мутация должна определяться всем и всегда и обязательно. И вот я хочу привести клинический случай достаточно короткий, чтобы показать у пациентки, у которой в анамнезе была меланома кожи пролеченная, потом появились соответственно метастазы в 12-перстную кишку и желчный пузырь, множественные метастазы в легкие. И у такой пациента была обнаружена мутация в гене Бераф, но это кожная меланома, здесь он отличается до 60%. И вот обратите внимание, это вот внешний вид этой опухоли в 12-перстной кишке, морфологически подтвержденная. И с октября 2015 года пациентка начала получать монотерапию доброфенибом, ингибитор Бераф, мутированного гена, в стандартных дозах, на фоне терапии отмечается частичный объективный ответ, регрессия всех метастатических очагов по сравнению с контрольным КТ-лечением больная переносила удовлетворительное, отмечала субъективное улучшение состояния и имеется эффективность доброфениба у пациентов с меланомой кожи, с метастазами в легкие и динспертной кишки. К настоящему моменту лечение продолжается без прогрессирования. Пациентка уже более чем 7 месяцев получает эту терапию. Здесь просто картинка из практики врачей-эндоскопистов, что меланома может быть и беспигментной, правда это бывает редко, но не всегда меланома имеет характерный черный-коричневый цвет. Обратите внимание, поэтому естественно для чего морфология выполняется всегда, для чего биопсии должны выполнять всегда, чтобы точно поставить диагноз. Поэтому в данном случае диагноз был установлен беспигментная меланома, подтвержденная иммуногистохимией. И какие еще опции есть лечения, есть сейчас вообще онкология переживает бум, этот бум называется новая иммунотерапия, это уже иммунотерапия, которая не связана с цитокинами, с вакцинами, с какими-то активированными клетками, это терапия, которая направлена на репрограммирование Т-клеток, на активизацию Т-клеток. Мы снимаем блок, который все это время, мы не понимали, почему не работает иммунотерапия, почему он плохо работает, потому что есть эволюционный путь, который блокирует Т-клетки на гиперответ, чтобы мы все не умирали от банальной инфекции, от аутоиммунных осложнений, поэтому сейчас появились целый класс препаратов, так называемые ингибиторы, чекпоинт-ингибиторы, которые блокируют контрольные точки Т-клеток, снимают как бы блок, и вот препарат, который произвел на самом деле переворот лечения меланомы, это препарат эпильмумаб, который был применен не только у больных с меланомой кожи, но и применялся у больных с меланомой слизистых, и вот обратите внимание, из 30 пациентов объективный ответ был достигнут у двух пациентов, но эти пациенты стабилизации у шести, таким образом контролировать метастазы меланомы в желудочно-кишечном тракте мы могли у каждого четвертого пациента, химиотерапия ноль, интерферон ноль, здесь мы уже контролируем каждого четвертого пациента, и эта выживаемость она достаточно долгая, эти пациенты могут выходить на плату, те, кто пережили 16 недель, они выходят на плату и, в общем-то, могут дойти до 5 и 10 лет, то есть они будут считаться уже излечены, и контролирует весь этот процесс репрограммированная иммунная система, которая постоянно осуществляет лизис над опухолями, очагами. И еще я хотел бы сказать о том, что появился еще более эффективный препарат в иммунотерапии злокачественных образований, в частности для меланомы, он наиболее хорошо изучен для меланомы, это препарат, другой ингибитор контрольных точек, Ниволумаб, который получил золотую медаль Американского общества онкологов, как самый прорывной препарат за последние 50 лет. Ниволумаб, Ниволумаб сейчас применяется практически при 20 различных злокачественных наобразованиях, если брать меланому кожу, то каждый второй пациент с медицином отвечает на эту терапию и живет 5 и более лет. Это революция. Реальная революция в онкологии. То же самое касается больных других злокачественных опухолей. И вот обратите внимание, даже для меланомы слизистых, для такой редкой опухоли, он тоже работает. Обратите внимание, здесь вот видно, что каждый третий пациент отвечает на эти, каждый пятый пациент отвечает на терапию ингибитором PD-1 и кривая уже стремится выходить на плату. То есть эти пациенты живут, живут достаточно долго. И что я хочу сказать в заключении, что все первичные меланомы желудочно-пищечного тракта, они являются крайне редкими, орфанными, но при этом весьма агрессивными заболеваниями с высоким уровнем летальности. Конечно, может быть, с приходом, с регистрацией в России новых препаратов выживаемость будет несколько улучшаться. Оптимизация диагностики и настороженность врачей является самым лучшим показателем выживаемости. Чем раньше мы что-то выявим, прислушаемся к жалобам больным, лишний раз может быть назначением гастрокомоскопии, тогда мы не пропустим опухоль, которая никак себя не проявляет фактически до четвертой стадии, пока не возникнет непроходимость. Ну и перспективно изучать генетические особенности этих опухолей, кто будет работать в онкологии, кто будет сталкиваться с этим, напоминать о том, что надо определять обязательно мутационный статус и консультироваться у специалистов, кто занимается лечением меланомы. Спасибо. Вот я здесь оставлю свои контакты. Если когда-то нужно будет кого-то проконсультировать, то мы всегда рады этому. Спасибо, Константин Сергеевич. Какие будут вопросы в аудитории? Пожалуйста, вопросы. Видимо, я так хорошо все объяснил. Нет, вопрос есть. Данила Викторовна. Скажите, пожалуйста, я хотела задать вопрос по поводу первого клинического случая представленного. Я так понимаю, что какая стадия была у больного с как оказавшейся меланомой пищевода на значит, когда он поступил в МКНЦ? третья стадия заболевания у него были поражены регионарные лимфатические узлы. Регионарные лимфатические узлы это, я так понимаю, что у нас уже по результатам компьютерной томограммы диагностировали. Да. А когда он, я так понимаю, диагноз рака пищевода выставлен... Диагноз был неправильный. Да, нет, не у нас. Это ошибка, макологическая ошибка была. Это понятно. То есть, этот диагноз был выставлен не у нас. И когда ему назначалась терапия лучевая, они там какой диагноз выставили стадийность? Рак, средний, третий пищевода, плоскоклеточный вариант. А стадия? Стадия третья тоже была. Там была компьютерная томограмма? Поэтому его и не оперировали, да, поскольку... То есть, там была компьютерная томограмма. Поэтому они решили на консиле начать с предоперационной терапии. Это абсолютно правильно. абсолютно логично. Это всем стандартам соответствует. Но просто меланома пищевода это радиорезистентная опухоль. И вот та лучевая терапия, может быть, в том объеме, в той опции, она, конечно, не... А по цвету она не наводила мысли на то, что это могла бы быть меланома, не описывали эндоскописты? К сожалению, я не знаком с тем доктором, не общался с ним, который первый раз увидел эту опухоль. Но вы увидели, что на разрезе опухоль была черного цвета и предоперации, когда наши эндоскописты, они тоже видели темную опуху. Я не понимаю, как... Ну, понимаете, как? Может быть, они предполагали, что меланома, но, конечно, заключение в онкологии, это все-таки гистологическое исследование. Гистологическое исследование было получено как плоскоклячный нерагивающий рак. Бесспорно. И в связи с этим вот второй вопрос. Получается, что когда мы оперировали больного, мы повторную биопсию ему не делали. Правильно? Когда мы взяли... Получается, он оперирован у нас, а диагноз был выставлен в другом центре. Мы проводили повторную гистологическое исследование перед оперативным лечением? Но на самом деле проводили и этого больного уже оперировали как больного с меланомой. Да. То есть диагноз был выставлен до операции? Да. Пересматривали стекла. Было первый раз предположительно, что это меланома. Потом брали еще биопсию и подтвердили, что меланома. То есть хирурги, наши хирурги шли с диагнозом меланома пищевода. Не с диагнозом рака пищевода. И по поводу второго клинического случая просто вы не сказали какие дальнейшие какова дальнейшая судьба пациента. Спасибо. Да. Значит, на четвертой стадии заболевания у пациентки была четвертая стадия Т2Н1М1. Соответственно, поскольку у нее были поражены как регионарные, так и висцеральные метастазы были. Метастаз тонкую кишку является отдаленным висцеральным поражением. Вот больная была оперирована. Была оперирована в объеме R0-резекция. Поэтому до сих пор нет стандартов назначения адювантной терапии на четвертой стадии. Пациентка ушла под динамическое наблюдение. Год она наблюдалась, а дальше она уехала в Индию и исчезла. Выпала из всех контактов и наблюдений. И что с ней, я не могу сказать. Константин Сергеевич, а известно, как долго у нее было это пигментное пятно, на которое она не обращала внимания? Оно увеличивалось? Это ведь случайная находка уже в эпитерапии? Да. Доктора нашли, да? Да, эта пациентка жила в Индии и, соответственно, любила загорать. Поэтому у неоднократные солнечные ожоги. Насколько я помню, у нее там был невус, который постепенно, достаточно небыстро, потому что это поверхностная форма меланомы, это рост опухоли происходит небыстро, медленно, постепенно. И эта трансформация может длиться годами, от 5 до 10 лет трансформация. Поэтому где-то у нее около... Как часто должны пациенты наблюдаться с такими невусами у дерматолога? У дерматолога они должны наблюдаться, но есть группы риска, это лица со светлым фенотипом по Фицпатрику, это лица, которые не реагируют на загар, у которых не получается вот этот бронзовый цвет, с которым все стремятся, вот, а появляется покраснение кожи, ожоги, это первый. Это вот самый классический тип, это скандинавы, славяне, северные европейцы, это человек с белой кожей, с серо-голубыми глазами, рыжий или светло-русый, или блондин, истинный блондин, с веснушками. А в каких случаях назначаете ПЭТ-КТ? ПЭТ-КТ мы назначаем только в случае при подозрении, при наличии регионарных или отдаленных метастазов. С первой стадии, со второй мы ПЭТ-КТ не назначаем. Это вот в Израиле любят назначать, потому что это очень дорогой метод. На самом деле он не входит, он входит только, когда есть подозрение или факт наличия любого метастаза, регионарного или отдаленного. Подозревать метастаз. Подозревать? Да. Когда клиника появится. Пальпация, осмотр, ультразвуковое исследование, компьютерная томография. ПЭТ-КТ, это, во-первых, дорогой метод. Вопрос стоимости, да? Вопрос стоимости и лучевой нагрузки на организм. Это радиозатопное исследование, совмещенное с компьютерной томографией. Тотальное исследование, в общем-то, всего организма. Спасибо. Какие еще будут вопросы в аудитории? Спасибо. Большой вопрос? Нет, вопросов больше нет. Огромное спасибо. Теперь еще два будет наблюдения клинических, также орфанное заболевание, болезнь Вильсона. Виталия Александровна, наверное, первая доложит. Это научный сотрудник отделения гипотологии МКНЦ. Болезнь Вильсона-Конавалова, упущенные возможности диагностики. Добрый вечер. Уважаемые коллеги, доклад гипотологического центра Московского, гипотологического центра Московского клинического научного центра посвящен сегодня болезни Вильсона-Конавалова и на примере конкретной пациентки упущенным моментом диагностики. Итак, история открытия этого заболевания достаточно длительная, с 1883 года. По данным европейских источников группа заболеваний, которую мы называем в России болезнь Вильсона-Конавалова, называется Вильсона-Конавалова. Но не стоит забывать о огромной работе советского невропатолога Николая Васильевича Конавалова, который внес огромный вклад в развитие и разработку классификации и схем терапии при данном заболевании. Итак, общая информация по данному заболеванию это то, что ген, мутация в котором вызывает заболевание, расположен в 13-й хромосоме, тип наследования данного заболевания аутосомно-рецессивный, одинаково часто встречается у мужчин и женщин. Распространенность один случай заболеваний на 30 тысяч человек диагностируется в том случае, если это происходит своевременно в возрасте от 5 до 35 лет. И на что следует особенно обратить внимание, это то, что порядка 5-10 процентов всех циррозов печени в педиатрической практике приходится на болезнь Вильсона-Коновалова. Итак, рассмотрим данную патологию на примере конкретной пациентки. Пациентка поступила к нам в 2015 году в возрасте 19 лет с клиническими проявлениями следующими. Астенический синдром, тремор верхних конечностей, геморрагический синдром, небольшой асцит и синдром и ценка Кушинга, который развился уже на фоне предыдущей терапии. Она была направлена из областной клинической больницы города Казани для верификации диагноза с последующей возможной постановкой в лист ожидания трансплантации печени. Итак, кратко о анамнезе развития данного заболевания. Все началось с лихорадки. Достаточно быстро развивалась клиническая картина. Абсолютно резистентная ее лихорадка была к нестероидным противовоспалительным препаратом. Затем возникла артерология и повысились циталитические ферменты печени. В связи с чем проводился диагностический поиск именно в рамках определения и верификации причины заболевания печени. Пациентке, не вдаваясь в детали, было проведено комплексное монологическое обследование. В том числе данной пациентке на данной стадии исключалась болезнь Вильсона Коновалова и в объеме исследования сывороточной меди цирлоплазмина, которые на тот момент были у нее в норме. Пациентке отмечалось минимальное повышение при норме 20 до 23 почно-печеночных микросомальных антител первого типа, в связи с чем данная ситуация была расценена как заболевание печени на фоне болезни Вильсона Коновалова с признаками цирротической трансформации и пациентке была инициирована терапия системными глюкокортикостероидами, а именно старт был сприднизолона в дозе 60 мг. С дальнейшим присоединением цитостатических препаратов на момент госпитализации в наш центр пациентка находилась на терапии азотиаприном и метипредом. Следует сказать, что динамика на данной терапии была достаточно неоднозначной. У пациентки прогрессивно снижались тромбоциты, нарастал асцит, уровень билирубина значительно снизился, однако развился тремор верхних конечностей. Итак, направительный диагноз пациентки, которая была госпитализирована в наше отделение, это цирроз печени, в исходе аутоиммунного гепатита класс B, C, по чайлдпю, или цирроз печени в исходе лекарственного индуцированного гепатита класс B, C, по чайлдпю. Так, по крайней мере, было написано в направительном листе. Следует еще сказать, уточнить важный момент, что на до госпитального на момент поступления к нам, то есть уже она была частично обследована, и гамма-глобулин составлял 24, то есть был немного повышен при норме 19,9. Все остальные показатели белковых фракций были в норме. Итак, объективно при поступлении 19-летняя пациентка на данном слайде изображена. Слева непосредственно картина на момент поступления, а справа ее фото за две недели до начала заболевания. И также объективно при поступлении мы видим, что на данном слайде представлены яркие симптомы синдрома ицинга-кушинга. Итак, диагноз при поступлении это цирроз печени неуточненной теологии, класс B по ЧАЛД-ПЮ 7 баллов, умеренной биохимической активности с пограничным индексом МЭЛД 12, осложненной портальной гипертензией, асцитом первой степени, спленом галей, гиперспленизмом, тромбоцитом пении, умеренной степени, синдромом гепатодепрессией и геморрагическим синдромом и гетерогенные осложнения. Итак, между какими нозологиями вёлся дифференциально-диагностический поиск? Во-первых, конечно же, нужно было подтвердить или опровергнуть цирроз печени в исходе аутоиммунного гепатита. Во-вторых, с учётом неврологической симптоматики и возраста больной, согласно всем международным практикам, цирроз печени неуточнённой теологии должен быть обследован на болезнь Вильсона-Коновалова. Лабораторные данные при поступлении. Цирролоплазмин в нижней границе нормы 20 был значительно практически в 2 раза снижен до 7, и 43 мг на децилитр. При повторном исследовании печёночно-почечных микросомальных антител они были в норме, но это собственно ни о чём нам не говорит, потому что пациентка приехала к нам на иммуносупрессивную терапию. Уровень меди в крови был снижен минимально, цирролитический синдром был выражен минимально, и отмечалось умеренное повышение билирубина. В отношении общеклинического анализа крови обращено на себя внимание тромбоцитопинии до 67 на фоне увеличенных размеров селезёнки и выраженная гипокоагуляция на фоне снижения белковой синтетической функции печени. Следует обратить внимание на то, что гамма-глобулин, несмотря на терапию с системными глюкокортикостероидами, которая к тому моменту ещё не была отменена, он в принципе возрос. Итак, дифференциально-диагностический алгоритм. Это очень важный слайд. Диагностика самым главным диагностическим критерием болезни Вильсона-Коновалова является исследование суточной экскреции меди с мочой. То есть на основании всех остальных диагностических критериев, даже если они непосредственно совпадают, то есть если у пациента снижено и циролоплазмин, и медь, они не являются точными критериями этого заболевания. У данной пациентки при верхней норме в порции мочи 50 мкг на литр медь составляла 73,3 и при верхней норме 80 мкг в сутки экскреция меди составляла 168,5 мкг в сутки. При этом я хотела бы отметить, что абсолютным признаком болезни Вильсона Коновалова является повышение до 125 мкг в сутки без предварительной пробоску принила. В данном случае биопсия в качестве золотого стандарта пациентки не выполнялась, потому что имели место абсолютное противопоказание к выполнению данной манипуляции. клинический диагноз, который поставили мы, это гепатолентикулярная дегенерация и дрожательная форма. ЦРОС печени класс B по child p минимальной биохимической активности MELT 13. Дополнительно данной пациентки в рамках общего обследования была выполнена гастроскопия, варикозно-расширенные вены пищеводы выявлены не были. С учетом наличия неврологической симптоматики выполнена МРТ головного мозга, изменение интенсивности сигнала от вещества головного мозга не определялось, кольцо кайзера также выявлено и на электроэнцефалограмме не было абсолютно никаких изменений. Что касается терапии и какую терапию мы назначили данной конкретной пациентке, сейчас в принципе во всем мире зарекомендовала себя такая тенденция, что нужно лечить данных пациентов одномоментно двумя препаратами, то есть и препаратами-хилаторами меди, и препаратами, которые снижают всасывание меди непосредственно в организме пациента. Поэтому идеально комбинированная терапия препаратами цинка и депенициламина с оптимальными интервалами между препаратами 5-6 часов. Переносимость депенициламина, которая достаточно средняя, может быть достигнута на значение минимальных доз препарата с последующим повышением на 250-500 каждые 4-7 дней до максимальной дозы тысяча-полтора миллиграмма в сутки, разделенной на 2-4 приема. Препараты цинка также постепенно повышаются с 50 до 150 миллиграмм в сутки. И целесообразно соблюдение диеты. Что касается данной пациентки, также мы назначили препараты цинка и купринил в стартовой дозе 500 миллиграмм, в течение 10 дней какая у нас произошла динамика лабораторно тромбоциты повысили с 67 до 102 тысяч, ферменты цитолиза на фоне полной отмены цитостатических и стероидных препаратов у нас не повысились, общий белок возрос до 53 грамм на литр, ацит полностью регрессировал, протромбин повысился и международное нормализованное отношение снизилось соответственно. Однако в течение 10 дней помимо такой радушной лабораторной динамики на фоне дозы Д-пенециламина Купринила 750 миллиграмм в сутки мы получили усиление тремора верхних конечностей и тошноту. Пациентка была консультирована неврологом и было рекомендовано продолжить терапию в следующем объеме. Купринила 500, ацинкатерал до 4 таблеток в сутки, так как иногда действительно такое случается, что препараты Д-пенециламина на начальной стадии усиливают неврологическую симптоматику и вернуться к обсуждению дальнейшей эскалации дозы Д-пенециламина через 3-4 месяца. Важная информация в отношении болезни Вильсона Коновалова. К сожалению, в последние годы наблюдается тенденция к учащению заболеваемости, к все более частой диагностике данного заболевания. С чем это связано? К сожалению, до конца непонятно или с совершенствованием методов диагностики или действительно с такой патологической тенденцией. Второй очень обязательный пункт для запоминания это то, что нормальный уровень циролоплазмины не может исключить диагноз болезни Вильсона Коновалова и он малоинформативен. В том случае, если у пациента любой нозологической формы цирроза печени имеется снижение белков синтетической функции печени, как правило, до 13 миллиграмм на децилитр при проведении исследования в Корее из 100 тысяч пациентов у 11 тысяч было отмечено снижение цирролоплазмина. относительное. Кроме того, прием глюкокортикостероидов искусственно может завышать данный показатель. Болезнь Вильсона-Коновалова должна быть исключена у всех пациентов с патологией печени неуточненной этиологии в возрасте от 3 до 55 лет. Золотым стандартом в данном случае биописи печени является довольно относительным, потому что в мировой клинической практике и среде российских клиницистов данный метод не является основополагающим при данном заболевании. В 59-75% случаях по данным разных источников всего лишь в этом проценте в биоптатах определяется положительная окраска на медь. Во всех остальных случаях даже при условии в дальнейшем подтвержденного диагноза болезни Вильсона Коновалова ее нет. Пациентам также родственникам в качестве скринирования необходимо молекулярное исследование мутации гена. И комбинированная терапия с использованием цинков в сочетании с хилатором меди имеет рациональное теоретическое обоснование, так как наряду с блокированием захвата происходит нарушение всасывания, как я уже сказала. И на данном слайде я хотела бы показать пациентку, которая уже была изображена в нашей презентации ранее. В настоящее время ей 22 года. От биопсии печени она категорически у нас воздержалась, поэтому мы на данный момент так и не можем ответить на вопрос, действительно, были ли там отложения меди или нет. Однако генетическое тестирование мы ей привели и результат положительный. все показатели функции печени на фоне дозы купринила 500 мг в сутки у нее сейчас в норме. Функция почек, которая обычно страдает в качестве побочного эффекта при приеме данного препарата у нее в норме. Суточная экскреция меди с мочой адекватная 371 мкг литр в сутки, то есть доза 500 мг купринила нас устраивает в качестве поддерживающей для данной пациентки фибрилластометрии печени у данной пациентки сейчас F2 7,1 кПа. Признаки портальной гипертензии полностью отсутствуют, неврологическая симптоматика отсутствует и в лист ожидания ортотопической трансплантации печени мы ее устанавливать не планируем. Спасибо. Спасибо, Виталия Александровна. Коллеги, какие будут вопросы к Виталии Александровне? Людмила Юрьевна, пожалуйста. Спасибо. У меня достаточно много вопросов. Спасибо за интересный доклад. У меня такой вопрос первый. Мутации, все-таки, как вы сказали, были выявлены, да? Это были выявлены две мутации в компаунт-гетерозиготной форме, или это была одна мутация в гомозиготной, или это была гетерозиготность все-таки? Одна мутация в гомозиготной форме. Хорошо. То есть удалось именно идентифицировать мутацию в обоих аллелях. То, что бывает так, что при подходе, я просто хочу это озвучить, чтобы это было понятно, когда мы тестируем наиболее частые мутации в гене, то не всегда мы находим то, что мы ищем. Да, у меня еще такой вопрос. Известно, что в некоторых случаях наблюдается при болезни Вильсона Коновалова мочекаменная болезнь у пациентов. Насколько из вашей практики вы все-таки таких пациентов ведете, видите, в больших количествах? Это наблюдается. Действительно ли есть вот такая вот ассоциация, связь между мочекаменной болезнью, камнеобразованием в почках и болезнью Вильсона Коновалова? Такой тенденции, по нашим данным, непосредственно у наших пациентов нет, потому что мы, в принципе, отсматриваем их достаточно тщательно. И это связано с тем, что кубринил может вызывать появление действительно конкрементов в почках. И поэтому ультразвуковое скрининговое исследование почек для таких пациентов раз в полгода-год, оно обязательное. А с чем связано кубринил? Честно говоря, кубринил повышает риск возникновения конкрементов в почках. Это действительно клинически обоснованный его эффект, который прописан в его инструкции. Поэтому, честно говоря, не могу сказать, чтобы я на практике замечала, что действительно такая тенденция есть. Ее пока нет. Спасибо. Нет. Еще? Да, вот еще такой вопрос про стандарт, золотой стандарт диагностики болезни Вильсона Коновалова. То, что в суточной моче, то есть экскреция меди в суточной моче должна превышать более чем 125 единиц. Были ли у Вас случаи, так чтобы все-таки в суточной моче экскреция не была повышена, но при этом болезнь Вильсона Коновалова имела место быть? И насколько часто такое бывает, что вот именно нужно прибегать к пробиску при нилам? Такие случаи были. Действительно, суточная экскреция была повышена, но достаточно погранична. Вот, честно говоря, вот в моей клинической практике за совсем небольшое количество лет из шести пациентов, это был только один пациент, у которого мы прибегли к пробиску при нилам и получили положительный результат. Хорошо. А, да, я хотела прокомментировать уж как генетик по поводу вот этого повышения статистического, да, то, что Вы озвучивали, частоты, собственно, заболевания. На самом деле, конечно, все-таки это не связано с какими-то такими генетическими причинами, что там больше стало мутации или еще что-то такое. Они как были, так и есть. Это, скорее всего, действительно диагностические возможности и, наверное, знания врачей, которые тоже, может быть, сталкивались, но не совсем корректно. Спасибо. Спасибо большое. Уникальное, конечно, одно из уникальных наблюдений отдела гипотологии. Вопрос в отношении перидоксина В6. Ну, все-таки раньше полагали, что купринил, ну, антагонист отчасти, да, витамина В6. Я понимаю, что никаких клинических признаков витамина и недостаточности не было, но что в перспективе и будете ли Вы добавлять этот препарат к лечению? Спасибо. Уважаемая Людмила Юрьевна, спасибо большое за вопрос. Пациентке, которая госпитализируется к нам каждые полгода, проводится действительно профилактическое введение перидоксина. То есть мы, к сожалению, просто об этом моменте умолчали, дабы не перегружать наши слайды. Спасибо. Спасибо. У меня такой вопрос, Виталия Александровна. Доктора, которые начали лечить эту пациентку, ну, не установили диагноз, начали массивную кортикостероидную терапию на фоне фульминатного течения, да, болезни, манифестации болезни Вельсона. Как Вы считаете, правильной была ли тактика лечения? Сложно сказать, правильная ли была тактика лечения, потому что у нас не было рядом с этой пациенткой на момент назначения терапии. Ситуация всегда, наверное, кажется ясной, когда не имеешь к ней непосредственного отношения. Мы имеем подробный анонс. Дело в том, что я могу судить с точки зрения разбившихся осложнений и сказать о том, что, конечно же, пациентка пострадала и у нее развились такие сильные осложнения. А с другой стороны, когда действительно была угроза острой печеночной недостаточности данной пациентки, мы бы не начали, ведь не купренил в той ситуации, даже если бы знали диагноз. Именно вот с точки зрения остроты самого процесса, может быть, действительно имело смысл назначить стероидную терапию, может быть, в другом объеме несколько и с более высокими темпами снижения препарата, но, наверное, без них обойтись было нельзя. Спасибо, Виталия Александровна. Еще есть вопросы? Да, можно? Я, может быть, прослушала по поводу семейного анамнеза и проводилось ли генетическое исследование в семье? Нет, в семье нет. Людмила Викторовна, генетическое исследование в семье не проводилось, хотя неоднократно мы говорили об этом пациентке, потому что они находятся в Казани и там, к сожалению, такой возможности нет. В плане анамнеза он был собран достаточно тщательно, а родственников с признаками заболевания печени в данной семье ранее не было. Спасибо. И еще один вопрос. Все-таки изменения показателей, иммунологические показатели в данном случае с чем обусловлены с Вашей точки зрения? Гамма-глобулин, с моей точки зрения, в принципе, может быть обусловлен любым по этиологии циррозом, поэтому я думаю, что... ЛКМ? Я имею в виду. Что? Повышение ЛКМ. Повышение ЛКМ здесь мне сложно сказать, потому что ЛКМ исследовали только одним из возможных методов, и, в принципе, значение его было достаточно пограничным. Больше не повторяете? При повторном исследовании ни разу больше ЛКМ мы не получили. Повторное исследование было после уже назначения преднизолона? После преднизолона и без преднизолона повторно ни разу преследований всех иммуноблотов ни один из аутоиммунных маркеров повышен не был. Спасибо. И у нас еще одно клиническое наблюдение. Тулузановская Инна Геннадьевна, кафедра медицинской генетики Первого Московского медицинского института имени Сеченова. Прошу Вас, Инна Геннадьевна. Уважаемые коллеги, здравствуйте. Мы хотели бы продемонстрировать в нашем докладе, я хотела бы продемонстрировать клинический случай, который показывает сочетание... Он нам ничего не показывает. Который показывает, демонстрирует сочетание двух наследственно обусловленных заболеваний. Это болезнь Вильсона-Коновалова и наследственный гемохроматоз первого типа. Оба заболевания связаны с нарушением метаболизма металлов инфуалентных, это медь и железо. И оба заболевания связаны с преимущественным поражением печени. Здесь, конечно, на данном слайде представлено немного истории. Как предыдущий докладчик сказал правильно, что мы не должны забывать ни Коновалова, нашего невролога, ведущего его отечественного, ни Уильсона. То есть тот, кто первый произвел секцию и представил более подробную информацию о болезни Вильсона-Коновалова. Что же такое болезнь Вильсона-Коновалова? Буквально два предложения. Болезнь Вильсона-Коновалова – это наследственное аутосомно-рецессивное заболевание, которое обусловлено поражением мутациями в гене-ЭТП-7b, картировано на 13-й хромосоме, на длинном плече 13-й хромосомы, и которые мутации в гене-ЭТП-7b, они… Так, извините. Они обуславливают поражение, изменение… Так, извините. Так, нервы. Они… Так, букву… Извините, пожалуйста. Мутации в гене-ЭТП-7b, они обуславливают изменения при программировании трансмембранного белка-ЭТП-7b. И что при этом происходит? Нарушается выведение меди в желчь, и нарушается встраивание медиа в цирлоплазмин. Так. Предыдущий докладчик нам рассказывал о распространенности заболевания 1 к 30. Но по последним… По данным последних исследований наше заболевание встречается гораздо чаще. То есть распространенность составляет 1 к 7, 1 к 10 тысячам. Кроме этого, мы не должны забывать о том, что частота заболевания увеличивается в популяциях, где распространены близкородственные браки. И кроме этого, мы должны помнить, что есть, что существуют мажорные мутации. То есть мутации, характерные для определенных популяций, для определенных этнических групп. По данным наших исследователей, российских, отечественных исследователей, мажорной или характерной мутацией для России считается мутация 1069. Обратите внимание, что данная мутация характерна не только для России, но и для Польши, для Турции, то есть для ряда европейских стран. В связи с тем, что количество пациентов с болезнью Вильсона Коновалова увеличивается, и в нашу Тареевскую клинику поступает все больше, обращаются все больше и больше пациентов с данным заболеванием. Перед нами встала задача, как же все это организовать. И появились такие проблемы, такие вопросы, которые нам бы хотелось решить. Это и оценка генетической гетерогенности, клинического полиморфизма, так как мы знаем, что клиника при болезни Вильсона Коновалова очень многогранна. Конечно же, это прогноз семьям, последствия фармакотерапии, анализ нарушений при метаболизме различных металлов, так как при патогенезе мы знаем, сталкиваются как и мид, так и железо. Так, оценка и коррекция качества жизни и выбор лечения персонализированного. С целью решения всех этих задач была создана база пациентов с болезнью Вильсона Коновалова. В рамках данной базы, сейчас в ней наблюдаются, она у нас пополняется, постоянно обновляется, в ней находятся результаты данных 170 пациентов. Кроме этого, хочется сказать, что она включает. База данных включает обязательно данные клинического осмотра, лабораторных, инструментальных методов исследования и, конечно же, молекулярно-генетические анализы. Данные результаты молекулярно-генетических анализов, которые были проведены при помощи НГС. Что означает для нас НГС? Мы хотели... Да, мы знаем, что есть частые мутации, но не всегда мы можем выявить. Очень много гетерозигут, очень много компаунд гетерозигут, про который говорила Марья Михайловна, и очень много стертых форм без симптомов. В принципе, вот с этой целью и была создана данная панель, таргетная панель специальная, она была разработана для данного исследования. И обратите внимание, что в данную панель входил не только ген ЭТП-СМБ, но те генномодификаторы, которые могли тем или иным способом в процессе патогенеза повлиять на тяжесть, на течение болезни Вильсона-Коновалова. Обратите внимание, что сюда входит и ген HFA, который отвечает за проявление наследственного гемохроматоза первого типа. А в данном клиническом наблюдении мы хотели бы представить семью с тремя пораженными СИПСами. Очень интересное начало у этих пациентов. Обратите внимание, что на данной родословной, на данном схематическом изображении представлено 4 поколения, и ни в одном из 4 поколений мы не видим случаев болезни с Вильсона-Коновалова. Ну, конечно, вот здесь у нас возникает вопрос, что же было с папой, да? Он умер в 65 лет, и предположительным диагнозом был острый панкреатит. Что же касается наших пациентов, наших братьев? Все начиналось, конечно же, с пробан, да? Это пациент номер, это пациент А. Первые проявления начались в 17 лет. С чего все начиналось? И это, скорее всего, неврологические проявления, это общая слабость, это тремор, это нарушение походки, это нарушение почерка, и нарушение сгибания третьего, четвертого пальца правой руки. Обратите внимание, что это было начальное проявление в 17 лет, а диагноз был выставлен в 19 лет. Что здесь происходило, кроме этого? Извините. Значит, он госпитализировался в НИИ неврологии, где ему проводилось полное исследование, в результате чего и был выставлен диагноз болезни Бельсона-Коновалова смешанная форма цирроз печени с синдромом портальной гипертензии, дрожательная, ригидная форма поражения ЦНС. Пациенты Б и В, которые являются псипсами пробанда, кроме этого, они еще являлись зизиготными близнецами. И им проводилось скрининговое исследование как родственников пробанда. Им проводилось скрининговое исследование и, заметьте, что они не предъявляли абсолютно никаких жалоб. Но, тем не менее, в результате исследования заметьте, пожалуйста, что нет ни кольца Казера-Флешнера, ни каких-то таких неврологических проявлений, то есть абсолютно здоровые люди. Но у братьев было обнаружено снижение уровня цирролоплазмина у обоих братьев. И в результате братьям на основании ананнеза был выставлен предположительный диагноз болезнь Вильсена-Коновалова. Но так как они входят в нашу базу, а в базе есть данные, должны обязательно содержаться данные молекулярно-генетических исследований, им было проведено секвенирование гена ATP-7B. И посмотрите, что мы выявили, что мы нашли. Три пораженных брата, и каждый из них является носителем мутации, да, в компаунд-гетерозиготном состоянии. Но, как вы видите, здесь три мутации, не две, а три. Каждый из них является носителем одной общей мутации 36-49, и разные у обоих. Это 10-13 у пробанда, которая является довольно-таки нечастой, да, редкой. И 32-07 у близнецов, которая является мажорной мутацией для нашей популяции. А так как мы проводили исследования по гену ATP, напоминаю вам, мы еще и исследовали ген HFE. И тоже обратите внимание, что у нас происходит, что все три пациента являются носителями данной мутации, только пробант в гетерозиготном состоянии, один и один из близнецов, младший, и один из близнецов, старший, является носителем данной мутации в гомозиготном состоянии. Да, конечно же, мы знаем, что 63-я мутация, она характеризуется своими особенностями, но, тем не менее, такой вот случай у нас есть. У нас немного регламент поджимает, если можно. Так, быстренько, да. Не быстренько, но компактно. Да, спасибо. Просто хочу сказать следующее, что среди обследованных пациентов было обнаружено 25 гетерозиготных носителей мутации HFE, то есть мутации, 63 мутации, они являются носителями данной мутации, и только два пациента являлись носителем в гомозиготном и компаунд-гетерозиготном состоянии. Чем нас это все заинтересовало? Во-первых, показатели обмена железа, они, конечно, не настолько сильно отличаются, но, тем не менее, по ним можно сделать какие-то выводы. И мы должны учитывать еще один фактор влияние терапии к упринилам да и пенициламином на метаболизм металлов при БВК. Еще один момент просто напомню вам и подскажу. Вот этот пациент, который являлся носителями гомозиготной мутации HFE, он еще являлся аллергиком по отношению к упринилу, и он находился только на цинке. Ну, вот ряд таких вещей дает нам право думать, что в процессе патогенеза они как-то оказывают влияние друг на друга, и, может быть, сочетание двух заболеваний наследственной идеологии, они дадут, наверное, размышление какое-то, и мы что-нибудь еще обнаружим. спасибо огромное, извините за помарки какие-то, за мою такую стрессовую ситуацию. какие-то вопросы имеют наоборот, вопросы, коллегия. Мария Михайловна, комментарии, может быть, короткие, на два слова. Действительно, случай представлен очень интересный, потому что вообще-то надо отдать должное этому наблюдению. Мы редко видим близнецов, которые поражены с таким заболеванием, болезнью Вильсона-Конавалу, которая сама по себе на самом деле не такая уж и редкая, но и не такая уж и частая, то есть один на 10 тысяч. Все-таки один на 10 тысяч. И на самом деле, если говорить про носительство в популяции, то это порядка каждые 90 человек, вот я так понимаю, да, то есть вот Инна Геннадьевна меня поправит, если где-то примерно так. Где-то 1 на 20 идет. Один? 1 на 20. То есть каждый 20-й человек носитель мутации в гене АТП-7b. Но вот это вообще для меня открытие, на самом деле. Нет, 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 я говорила про гемохроматоз. То, что касается АТП-7b, он, да, более частый, как уже говорила, что он, получается, один каждый... 90-й где-то. Каждый 90-й, да. Да, каждый 90-й. Так вот, я о чем хочу сказать. То есть в этом наблюдении вообще представлен случай, когда успели поймать, пусть не у всех братьев, но у двух из них успели поймать на доклинической стадии вообще-то это заболевание. и не допустить вот той самой неврологической симптоматики фиброзов, циррозов печени, которыми вообще-то пациенты, ну, могут даже долго и не жить, да, как мы знаем. Поэтому вот здесь вот очень важно говорить о персонализированной медицине, о профилактике, и вот именно такой подход должен по-хорошему в нашей медицине наблюдаться. жаль, что вот старшему брату или младшему он был, я, честно говоря, не помню, вот который отдельный не из числа близнецов. Повезло ему меньше, конечно, но тем не менее он находится на соответствующей терапии и дай бог, чтобы там, в общем-то, все было с ним благополучно и хорошо. Хочется отметить вот что в качестве комментария. Важно проводить профилактическое медиогенетическое консультирование таким пациентам. Потому что вот они больные, да, они несут две мутации в компаунт гетерозиготной форме. Они вполне могут встретить носителя в качестве своей супруги будущей носителя мутации совершенно здорового человека, вот того самого, который один на девяносто встречается в популяции. И они даже не будут подозревать о том, что вот они встретили себе подобного. А отсюда возникает высокий риск. Вот для этих братьев, если они встретят такую носительницу 50% будет вообще-то риск родить ребенка с болезнью Вильсона-Конавала. Это огромный риск. Поэтому это касается, кстати, и первого случая тоже. Потому что вот эта молодая девушка приятной наружности, безусловно, в скором времени встретит свою половину, если еще не встретила. таких пациентов нужно обязательно ориентировать на миогенетическое консультирование, когда они создают семьи. Это очень важно. Буквально еще одно предложение, извиняюсь. если у вас встречаются пациенты с болезнью Вильсона-Конавалова или хотя бы подозрение у вас возникнет, пожалуйста, присылайте их к нам. Мы бы очень хотели встретиться с ними и продолжить свое исследование, так как это все бесплатно. Мы выбились из регламента. Можно еще коротенькое дополнение касательно распространения болезни Вильсона-Конавалова. В других странах Европы проводились массивные статистические популяционные исследования в разные года. И было показано, что при исследовании в конце 90-х годов, 89-й, 95-й, частота была одна, а при исследованиях недавних, уже с 2013-го в эпоху НГС, частота стала совсем другая. Это связывает во-первых с успехами терапии, потому что те пациенты, которые не доживали ранее до репродуктивного возраста, не передавали мутацию потомству, теперь получили эту возможность. это дополнительное выступление. Мы будем уважать следующего докладчика, аудиторию. Спасибо огромное за дополнение. Слово предоставляется Сергею Валерьевичу Мосину, кандидат медицинских наук, заведующий Центром эндокринной и метаболической хирургии, хирург-онколог, клиническое наблюдение, синдром МЭН, трудности диагностики. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Спасибо за предоставление слова. Какой регламент у нас, скажите, пожалуйста? Ну... Покороче, да? Хорошо. Постараюсь покороче рассказать про такой клинический случай, в котором поучаствовали вообще много людей очень в лечении. Отдельное спасибо Викторе Федуленкову и Марии Михайловне Литвиновой за соучастие в докладе и часть слайдов вообще они делали. Но участвовали в лечении этой пациентки все. Значит, в двух словах. Пациентки в декабре 2014 года был оперирован по поводу перфоративной язвы на сперстной кишке. По поводу чего выполнила пароскопическое ушивание язвы. Уже тогда стоило призадуматься, нет ли у него какой-нибудь еще болезни. Например. Например, гастронома может приводить к язвенной болезни. В декабре 2014 года пациентки выявили пептическая структура нижней трети пищевода. Что тоже был момент, когда стоило призадуматься, послать эту пациентку к генетику или вообще как-нибудь не проверить, нет ли у него каких-нибудь генетических аномалий. Ну, просто. Естественно, никто это не делает в экстренной хирургии, ушивают язвы. Ну, не только в экстренной хирургии, во многих специальностях есть такой подход, когда мы полечили и послали пациента в поликлинику по месту жительства. Пусть там разбираются. Да, и у пациентки в феврале 2015 года у него был выполнен станированный мочеточник по поводу уротеролитиаза. Тоже повод призадуматься. Уротеролитиаз, мочекаменная болезнь одно из проявлений гиперпаратириоза. Гиперпаратириоз иногда встречается при синдроме множественной эндокринной неоплазии, то есть при наследственных синдромах. Успешно урологи застанировали мочеточник от поиски тела. Но правда поэтому сделали компьютерную томографию по поводу чего и в результате чего у пациентки обнаружилась опухоль в теле в хвосте в теле и хвосте поджелудочной железы. Тогда заподозрена эндокринная опухоль. Пациентке было предложено хирургическое вмешательство по поводу этой опухоли, от которой она отказалась. В результате чего ей было всего лишь выполнено бужирование из триктуры пищевода для того, чтобы она могла есть. Пациентка невысокой компонентности но тем не менее я не знаю как ей предлагали операцию но она отказывалась. И в последующем вот в апреле в 17-го года в март 15-го апреля 17-го года ей предлагали ну как минимум два раза операцию ну наверное стоило призадуматься как минимум на ее месте. Два варианта. Либо ей вообще поискали хочешь не хочешь все. И другой вариант она наверное все-таки как-то воздерживалась от операции поскольку со слов докторов которые ей предлагали операцию видимо она не вынесла того что это потенциально злокачественная потенциально опасная может привести к ее гибели. Короче говоря в мае 17-го года она попала в наше уважаемое учреждение где и выставлен следующий диагноз нейроэндокрин опухоль хвоста поджелудочной железы аденомы правой и левой нижних околощитовидных желез первичный гиперпаратериоз манифестная форма аденома смешанная форма аденома левого надпочечника гормонально неактивная микроаденома гипофиза сопутствующие заболевания сахарный диабет а также пептическая структура пищевода желчнокомной болезни далее она опять воздерживалась от операции но в конечном счете все-таки она согласилась какие у нее были в результате полного проведенного обследования какие были выявлены изменения в гормональном профиле в профиле повышение паратгормона почти в 5 раз что является проявлением гиперпаратериоза в ее случае это первичный гиперпаратериоз обусловлено аденомами около считающих желез повышение гастрина общего в 2 раза не такое сильное повышение гастрина которое отмечается при гастриномах в чистом виде спринер-эндокринных опухолях предоставивающих гастрин но достаточно высокое для того чтобы призадуматься вместе со всеми остальным проявлением кроме этого у нее было отмечено повышение хромогранина в 2-3 раза при нормальном уровне параллоктина и высоком очень высоком уровне гликированной гемоглобины на компьютерной томографии видно вот такая вот вот где показать не знаю вот здесь покажу не показывает показывает то плохо вот это вот опухоль это вот то место где должен был быть хвост поджелудочной железы он сжался в силу непонятных причин для нас вот эта опухоль это значительно расширен версунгов проток вот она же указана стрелкой следующий слайд от микроаденом гипофиза стрелка что-то не в том месте прошу прощения следующий слайд стентографические признаки аденома право-лево и нижних околочитовидных желез еще раз клинический диагноз все эти проявления укладываются в синдром множественной эндокринной неоплазии первого типа а именно нейроэндокринная опухоль хвоста поджелудочной железы как и любая опухоль она указана с онкологической классификацией гормонально неактивная почему знак вопроса стоит потому что она все-таки гормонально активная было повышение уровня гастрина вероятнее всего это являлось клиническим проявлением гастринопродуцирующей опухоли в виде язвенной болезни желудка в анамнезе гастрезофекальной рефлюксной болезни аж со структурой пищевода кроме этого второе проявление первичный гиперпаратериоз третье проявление возможное проявление гормонально неактивная аденома не указано слово аденома надпочечника микроаденома гипофиза ну и ряд сопутствующих заболеваний таким образом в 2017 году в сентябре пациентки выполнили хирургическое вмешательство в объеме удаления опухоли поджелудочной железы холецистоктомии и паратериодектомии с двух сторон вот схема операции поджелудочная железа в норме примерно так выглядит вот так примерно выглядела у пациентки она вместе с опухолью планировалась операция вот в таком объеме удаление опухоли поскольку у пациентки был очень широкий главный панкреатический проток имелось риск несостоятельности этого протока то есть образование панкреатического свища в связи с чем выполнено отдельное наложение панкреатика энтероаностомоза с отдельной петлей кишки для чего? для того чтобы не сформировался сам по себе этот свищ как осложнение а для того чтобы мы его сами сформировали и пустили бы панкреатический сок в кишку так выглядела опухоль на операции вот опухоль и вот неизмененная ткань в области головки поджелудочной железы так выглядит тот самый анастомоз между петлей кишки и главным панкреатическим протоком вот он расширенный до полутора сантиметров насколько я помню а так выглядела аденома левой нижней околощитовидной железы на операции в норме она в 5 раз меньше вот такая а тут она достаточно большая и вот они же указаны на фотографиях морфологическое подтверждение морфологические картины соответствуют аденоме околощитовидных желез и нейроэндокринной опухоль поджелудочной железы так называемая G1 то есть высокодифференцированная нейроэндокринная опухоль с низким злокачественным потенциалом потенциально доброкачественная хотя любая опухоль даже G1 может вести себя как злокачественная опухоль и давать метастазы есть у меня время еще? да короткая историческая справка синдром МЭН-1 был впервые описан в 1903 году далее в 1953 году второй автор фамилия Андердаль обобщил опыт клиники МИО описал всего 8 случаев дальше в 1954 году предложили выделить это сочетание различных опухолей эндокринных органов в отдельный синдром и уже начиная с 1988 года и далее написаны выделены гены ответственные за образование белкоменина и гены в которых выявляется мутация при этом синдроме распространенность она по разным данным от 1 на 5 тысяч до 1 на 50 тысяч человек мутация в гене МЭН-1 который относится к генному супрессору опухолевого роста заболевание с аутоасомным доминантным типом наследования с высокой перетрантностью то есть к 50 годам перетрантность составляет до 94% этот белок минин который кодирует ген МЭН-1 участвует в регуляции генной транскрипции разнообразных белков которые определяют процесс дифференцировки клеточной прореферерации и миграции в нормальных и опухолевых клетках снижение экспрессии этого гена и выработка дефектного белка или отсутствие ну отсутствие нормального белка приводит к нарушению контроля с отделением нейроэндокринных клеток их усиленной прореферации и агрессивному опухолевому росту и еще в двух словах напомню какие существуют синдромы МЭН-1 еще МЭН-2 и МЭН-2А и МЭН-2Б МЭН-1 основные проявления первичный гиперпаратериоз почти у 100% пациентов опухоли островково-клеточные опухоли хвоста или тела поджелудочной железы до 80% опухоли гипофиза до 25% также редко уже значительно реже встречается карциноидная опухоль желудочно-кишечного тракта который тоже относится к нейроэндокринному опухолю ну и другие проявления такие как ангиофибромы невусы и липоматоз вот описание синдрома МЭН-1 а вот описание синдрома МЭН-2 который также достаточно часто встречается чаще всего встречается МЭН-2 который проявляется гиперпаратериозом медулярным раком щитовидной железы и фиохромоцитомой как правило двух надпочечников ну и к синдрому МЭН-2B относятся различные невромы специфическая внешность медулярных раков и фиохромоцитом надпочечников вот так выглядела пациентка у нее она была станического телоснажения невысокого роста худая с ротированными ушными раковинами по всей поверхности спины у пациентки множественные гиперпигментированные пятна на фоне гипопигментации такие же встречаются на других частях тела Мария Михайловна провела генетический анализ не генетический анализ сбор семейного анамнеза что оказалось достаточно сложно сделать потому что пациентка ничего особо не помнила про своих родственников но отмечала что у матери также имелись примерно похожие пятна на теле и у пациентки имелась дочь имеется дочь 11 лет на тот момент которая не была обследования генетиком ну пациентка успешно прооперирована в конечном счете аппарат гармор на нее снизился до приемлемых величин опухоль удаленная опухоль поджелудочной железы не метастазировала нет рецидива этого заболевания то есть можно считать уизлеченной и зачем казалось бы этой пациентке генетик может ей то он уже не нужен а вот ее дочери наверное генетик был бы очень нужен почему потому что дочери показано проведение ДНК тестирования с определением генетического статуса в отношении наличия у нее мутации гена МН1 при выявлении такой мутации ей следует проходить постоянные скрининговые исследования по поводу чего существует международные рекомендации а во взрослом возрасте проходить не только проходить там те же самые скрининговые исследования для профилактики развития манифестных форм ассоциированных с этим синдромом заболеваний кроме этого при рождении у дочери пробанда своего ребенка ему тоже самое показаны исследования и консультации генетика большое спасибо за внимание спасибо Сергей Валерьевич очень интересное наблюдение пожалуйста вопросы коротко да Людмила Юрьевна спасибо сдержание ромогранина гистамина на сегодня что сделали с пептической ну не я за структурой прошу прощения пищевода если это нужно и как эта терапевтическая коррекция проводится или нет спасибо хромогранин хромогранин после операции снился до нормы это раз по поводу пептической структуры пищевода пациентка повторно насколько я помню как минимум еще один раз ей было было проведено бужирование пищевода то есть болезнь она уже проявила себя в виде структуры и структуры с большой вероятностью никуда не денется будет продолжать буширование терапевтическая коррекция чего именно состояние на сегодня то есть никаких отклонений биологически активных веществ нет и ничего ей не требуется все абсолютное удаление опухолевых образований просто там много чего можно смотреть опухоль еще раз повторюсь не прогрессирует кромогранин был в норме нужно проверять парад гормон который тоже может вырасти но пока наблюдение спасибо наблюдение эндокринологом по месту жительства еще будут вопросы комментарии спасибо всему спасибо большое да еще у нас две минуты остается с удовольствием поскольку мы имеем непосредственно отношение к этому пациенту по поводу профилактики в семье да понятно что нужно для начала выяснить вообще девочку унаследовала дочь этой пациентки унаследовала мутацию или нет вероятность этого 50% потому что аутосом доминантный тип наследования и если она все-таки ее унаследовала эту мутацию то соответственно встает вопрос с деторождением у этой пациентки когда она вырастет естественно а до этого времени в общем-то у нас уже не так много 11 лет девочки на сегодняшний день поэтому существуют я просто хотела озвучить чтобы аудитория понимала что существуют такие методы как пренатальная и преимплантационная даже генетическая диагностика которая позволяет нам даже на уровне эмбрионов отбирать их для подсадки в полость матки в цикле и ко и в общем-то это такое решение которое позволяет женщине избежать в принципе прерывания беременности по медицинским показаниям и изначально сразу в общем-то чтобы беременность состоялась соответственно здоровым ребенком другое дело что пока в нашей стране к сожалению эти процедуры не оплачиваются государством да а тут ситуация в семье не очень хорошая с точки зрения денежной более того даже мы бесплатно на самом деле проводили это генетическое тестирование в рамках науки нашей но все-таки все не стоит на месте и будем надеяться что спустя допустим лет 10 все-таки наше государство придет к тому чтобы оплачивать в том числе и ПГД при имплантационную генетическую диагностику для тех семей у которых действительно есть высокий риск родить больного ребенка тем более учитывая что это вообще-то тяжким бременем ложится на здравоохранение вот такие случаи это мониторинг постоянный и так далее то есть это тяжелейшее заболевание угрожающее жизни пациента с высокой степенью пенетрантности 100% к 60 годам все спасибо спасибо Мария Михайловна спасибо коллеги спасибо докладчики на этом закроем наш сегодняшний симпозиум до новых встреч спасибо спасибо